всех приветствую на своем канале и сегодня я хочу показать свою покупку вот такая вот инфракрасная плита от фирмы китфорд модель к т 132 почему я выбрала вот такую плиту потому что она именно инфракрасная они индукционная мощность этой плиты 1800 ватт на нее подходит практически любая посуда то есть если для индукционных плита нужно конкретная посуда то есть подойдет любая даже самая простая алюминиевая тоненькая сковородочка вот поэтому эту плиту я купила себе на дачу поэтому это вот для меня действительно находка какие-то вот старые вот эти блины я покупать не хотела хотелось что-то посимпатичнее очень долго смотрела искала в основном все инфракрасная ой не инфракрасная индукционная вот и вот эта плита прям вот для меня было можно сказать вот находка так вот если разобраться что единственный вот мой совет это вот как бы я сейчас ее начала тут дома гонять смотреть как она работает что она работает положила на нее сковородку которая была от газовых плит ну использовалась на газовой плите ну и как бы хоть и мою я хорошо да и в посудомойке ему все равно что-то на дне сковородки там прилипало налипало и когда я поставила на эту плиту здесь конечно приклеилось то что не нужно было приклеиться с этой в общем хорошо что все это отмылось но в общем вывод я сделал для себя такой что я куплю для такой плиты просто новую новую сковородку новую кастрюльку новый кувшик вот в принципе это не так уж и сложно вот тем более что выбор сейчас неплохой на том же вал берез сковородку я себе уже прикупила за 1000 рублей отличная сковородка вот плитку я эту тоже заказывала на вал берез так что все пришло мне целенько единственная была только треснутая коробка ну прям порванная коробка прям настроение конечно сразу упало так я ждала эту плиту вот и увидев эту коробку я была конечно в шоке но слава богу что все здесь целенькая потому что у кого-то тут сколы там сколы то есть но имейте это ввиду что обязательно надо ее проверить так что здесь в ней есть ну как вы видите тут несколько уровней ну программ сейчас я вам покажу поближе так ну что в ней есть в ней есть базовая то есть здесь вы будете сами выставлять тот градус который вам ну что не фокусируемся который вам нужен то есть вы сами будете выбирать ну что случилось потом здесь есть функция жарко тушение суп каша молоко и подогрев так ну это режим чтобы выбрать режим замок чтобы заблокировать все вот это чтоб видимо никто детки не нажали плюс минус это вот когда вы будете базовую устанавливать сами таймер здесь вроде как можно сделать программу что она сама включится на какой-то вот конкретной программе сама то есть там читаете почитаете просто все сами установите то есть принципе это посмотрела ничего сложного нету то есть если вам надо чтобы каша вам включилась в такое-то время она вот сама включится так что еще в ней есть что мне очень понравилось потому что конечно я маша забываешь и я могу забыть что-то выключить уезжая с дачи вот в ней есть функция если ее не трогать три часа она отключится сама то есть вот это очень важно так ну давайте я вам включу потому что когда мы включаем эту плиту включается вентилятор и кто-то писал что работает очень громко но может быть вот кто снимает до жилье там какую-то там комнату в общежитии или комнату в коммуналке и вот используют может быть для комнаты конечно она работает может быть громко но мне так не показалось так ну вот мы ее включаем так вот у нас тут все включилась выбираем базовая и начинаем режим так и вот у нас мощность стоит сразу сразу меня большая потому что я пыталась что-то подогреть так ну вот это вот минимальная 200 градусов вот видите включается вентилятор надеюсь вам слышно ну вот так вот она работает прибавляете мощность вот она прибавляется вот таким шагом вот вот она видите все разошлась убавим так ну и вот функция жарко на 400 градусов тушение 200 суп 1650 каша молоко и подогрев в принципе ничего сложного в ней нету ну и единственное что в ней есть как бы ну как это сказать недостаток или как ну неудобство наверное да то что пока не выключится этот вентилятор который вот сейчас шумит для кухни в принципе это вполне но такой звук знаете как бы ну не страшный то есть я не могу сказать что она для меня шумная вот но пока не выключится вентилятор из розетки и и выключать нельзя выключить вентилятор работает где-то минут 15 охлаждая плиту вот так вот она уже горячая потому что мы ее до максимального довели вот и вот она ее сейчас охладит и выключит этот вентилятор и после этого можно ее выключить из розетки ну вот такой вот у меня обзорчик простым языком незаумным да нагревается она не импульсно как то вот она более плавно чем индукционные плиты вот может она терпеть перепады мощности значит если до 100 как-то ватт да мощность если будет в розетке знаете я в этом не очень сильно я просто прочитала что скачки напряжения она терпит значит если до 100 в минус то она просто будет некорректно работать если выше если 280 у нас горит то есть тоже надо понимать что 200 там 40 она видите еще выдержит и даже 260 при 280 она просто сгорит так что то есть есть не какая-то вот эта функция которая все-таки скачки напряжения она улавливает удерживает и не сразу должна как бы сломаться что тоже в не очень очень важно вот ну я надеюсь как кому-то я чем-то смогла помочь присмотритесь к этой плите особенно у кого есть дачи мыть ее не сложно мыть ее надо после того как она остынет то есть не по горячему тереть вот и все спокойно отмывается оттирается вот в общем хорошая плита мне она очень понравилось место она занимает принципе не очень и много очень такая она прикольная в пластиковом таком корпусе такая вот она невысокая чуть-чуть класс мне очень понравилась это прям находка была для меня я считаю что цена для нее тоже приемлемая вот кому интересно посмотрите в интернете название модели я оставлю под описанием видео ну все всем спасибо кто со мной всем до новых встреч всем пока пока